Когда мы смотрим на Луну в ночном небе, она кажется относительно близко, но на самом деле она невероятно далеко. И на экране мы видим масштабное изображение расстояния между Землей и Луной. Диаметр Земли равен примерно 12 742 километра, в то время как диаметр Луны равен всего 3474 километра, то есть немного больше 1 четвертой диаметра Земли, а расстояние между ними составляет в 384 400 километров. Можете себе представить, насколько это далеко? Вам никогда не было интересно, почему, когда мы смотрим на небо, то Луна выглядит одного размера с Солнцем, несмотря на то, что диаметр Луны в 400 раз меньше диаметра Солнца. И причина заключается в том, что отношение между расстоянием от Земли до Луны и диаметром Луны будет таким же, как отношение между расстоянием до Солнца и диаметром Солнца. Итак, отношение расстояния от Земли до Луны будет 384 400 километров к диаметру Луны 3474 километра. Оно приблизительно равно отношению расстояния от Земли до Солнца, которое равняется 149,6 миллиона километров к диаметру 1,392 миллиона километров. Это значение примерно в 400 раз больше первого значения. А это значение примерно в 400 раз больше первого значения. И хотя это зависит от того, в какой точке орбиты находится Земля, но это значение будет приблизительно равняться 108. Хотя у Солнца и Луны такая большая разница в диаметрах, но на небе они кажутся почти одного размера, благодаря отношению расстояний в сравнении с отношением их диаметров. Именно поэтому в некоторых культурах число 108 считается приносящим удачу, особенно в индуизме. А теперь, рассматривая Луну, особенно со стороны Земли, одним из самых очевидных вопросов будет, почему она проходит через несколько фаз. Почему день ото дня мы наблюдаем разные по размеру освещенные доли Луны? Это диаграмма сайта НАСА. И то, что вы видите здесь, не соответствует масштабу. Этот рисунок, этот внутренний рисунок, выполнен в приблизительном масштабе. Но расстояние между ними не соответствует. По рисунку не видно, что между ними 384 400 километров. Во внутреннем круге можно увидеть, что Луна и Земля освещены с правой стороны. Поэтому предположим, что Солнце находится в 149,6 миллиона километров в этом направлении. И оно освещает Землю и Луну справа. Луна совершает полный цикл вращения вокруг Земли за 28 дней. Нам покажется интересным, что цикл из 28 дней – это почти один месяц. И это не совпадение. Понятие месяца происходит от циклов Луны. Более того, слово месяц и слово луна имеют тот же корень в древнем английском и протогерманском языках. По сути, это то же самое слово. Но в течение 28-дневного цикла мы видим, что когда Луна находится ровно между Землей и Солнцем, освещенная часть Луны становится скрытой от наших глаз на Земле. Таким образом, мы видим неосвещенную часть Луны, или новолуние. Затем лунный цикл развивается. И это вид на Землю сверху, то есть северный полюс, вращающийся против часовой стрелки. И нам все больше становится видна эта освещенная часть Луны. Когда Луна находится в этом положении, нам видна половина освещенной части и половина неосвещенной. И это называется Луной в первой четверти. И далее она возрастает. Когда мы достигаем середины цикла, то есть полнолуния, Земля оказывается между Луной и Солнцем. И из нашей точки наблюдения нам становится видна вся освещенная часть Луны. Поэтому мы наблюдаем полнолуние. И затем цикл развивается, пока снова не достигнет новолуния. У вас может возникнуть еще один вопрос, который беспокоил меня много лет, но пока я в нем не разобрался. Это лунный цикл. Или то, что Луна производит свой цикл вращения вокруг Земли за 28 дней. Мне всегда было интересно, что если в определенной фазе Луна находится между Землей и Солнцем, то почему она не закрывает Солнце каждый раз в фазе новолуния? Почему не происходит солнечное затмение каждые 28 дней? Тем же образом, при полной Луне, когда мы находимся в этом положении, Земля становится между Луной и Солнцем. Почему земная тень не перекрывает Солнце? И мы не наблюдаем лунное затмение вместо полнолуния каждый цикл из 28 дней. Почему мы это не видим? Поразмышляйте об этом. Каким было бы вероятное объяснение? В следующем ролике мы обсудим оба затмения, то есть солнечное, когда Луна закрывает Солнце, и лунное, когда земная тень падает на Луну. И почему они не происходят каждые 28 дней?